Завтра страну накроют облака. Осадков не ожидается. Лишь ночью по северу страны местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах сгустится слабый туман. Запада подует умеренный ветер. Ночью воздух остынет до плюс 15. Днем потеплеет до 24. На юго-запад страны заглянет лето. Там столбик термометра покажет плюс 28 градусов. 15 сентября в Бобруйске выдалось самым холодным в 1971 году. Тогда воздух остыл до плюс 1. Самым жарким этот день был в 94. Воздух прогрелся до плюс 28. В Судане произошло самое разрушительное за век наводнение. Погибли 103 человека. Пострадали свыше полумиллиона. В столице Хартуми объявлен режим ЧП. Затоплены целые районы. Разрушены дома. Нет электричества. Жители самостоятельно возводят дамбы из мешков с песком. Под угрозой оказались древние руины. В центр США устремляется шторм Сали. Стихия уже прошлась по Влориде и Миссисипи. На Штаты обрушили сильный ветер и проливные дожди. Зафиксированы наводнения. Повреждены линии электропередач. Сейчас Сали приближается к Луизиане. Жители региона уже закупаются всем необходимым на случай критического ухудшения. Завтра в Бобруйске будет облачно. Временами солнечно. По прогнозам синоптиков дождей не ожидается. Днем столбик термометра покажет до плюс 20. Ночью похолодает до плюс 12. Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.